Вчера на заседании профильного парламентского комитета после длительных дискуссий депутаты вынесли вердикт по новой редакции закона о СМИ. Преодолеть вето президента. Напомним, Верховный Совет предлагает закрепить норму, согласно которой редакция должна публиковать в определенный срок заявление учредителя средства массовой информации, в том числе поданное его пресс-службой. Однако, как утверждают сами журналисты, подобная норма уже прописана в законе о СМИ. Закон о СМИ у нас уже немного устарел. Динамика современной жизни говорит о том, что его нужно менять. Я бы предложил депутатам и исполнительной власти разработать новый проект закона о СМИ, но делать это не кулуарно, как эти поправки кулуарно принимаются. Ведь никто же не пригласил на обсуждение этих поправок представителей журналистов, представителей учредителей, представителей редакции. По большому счету, эти поправки в определенной степени могут считаться вмешательством в профессиональную деятельность. Вместе с тем, парламентарии предлагают внести поправки и в кодекс об административных правонарушениях. Согласно им, за невыход или несвоевременный выход в эфир обязательных сообщений учредителей СМИ будет налагаться штраф. Для юридических лиц он составит от 100 до 150 РУ МЗП, а для физических – от 40 до 60 РУ МЗП. Почему учредители не хотят закрепить свои отношения в учредительном договоре о СМИ? К примеру, берем газету любую, в Приднестровье, либо на местном уровне газету «Новое время», где учредителем выступает госадминистрация и городской совет. Пусть в учредительном договоре два учредителя договорятся и об объеме, и об обязательных материалах, и поймут, что если только они будут печатать свои обязательные материалы, то газета превратится в серую, унылую, безликую массу. Нужна ли нам такая пресса? Сегодня на заседании президиума депутаты договорились обсудить на пленарном заседании поправки в закон о средствах массовой информации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...